ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА В этой борьбе будет хорошо, но когда я панчу, я не вижу этот кик, но я восстанавливаю, что это хорошо. Ты счастлива с твоей перформансом? Да. Давай, ты переводишь. Скажи, я рад этой победе и буду продолжать так же. Ну, да, абсолютно, я счастлива с твоей перформансом, потому что пре-свот не простой противник, и я получил эту победу, и я просто буду продолжать впервые. Как ты говоришь, у тебя был очень быстрый перерыв. Как это влияет на тебя mentally и физически, когда ты в этой борьбе? Попробуй повторить, пожалуйста. Как ты боролась в Лондоне, ты говоришь, что это был очень быстрый перерыв. Как это влияет на тебя, физически, когда ты в этой борьбе? То, что ты два месяца назад в Лондоне игрался, и как быстро ты пришел готовиться. Как психологически это на тебя повлияло? Все нормально, прошло. Это, наоборот, у меня более как бы был простой. Я хотел сразу еще бой провести, потому что прошлый бой тоже без травм. Прошло не такой уж тяжелый бой. Получился прошлый бой. Из-за этого я хочу еще подраться. Да, это был мой желание. После последнего бой, я хотел бороться как быстро, пока я в порядке, когда я в порядке, когда я в порядке, когда я в порядке. И я просто послал с моими командами, с моими командами, и мы acceptим на следующий бой. И, в принципе, это было даже лучше для меня. Как ты считаешь, ты получаешь заслуженное внимание со стороны медиа и всех телевидений? Ну, касательно твоей карьеры, то, что ты так номинируешь над ребятами и идешь. Или же недостаточно? Я уже не дрался полтора года, и поэтому чуть начали забывать. Я нигде особо не светился. Я не могу получить американскую визу, и меня как бы не было полтора года. Просто я исчез и изведу. Ну, я еще два боя в этом году провести, если UFC даст такую возможность. И если UFC дает мне возможность, то я хочу бороться два раза в этом году. И это все. Когда ты думаешь, что мы можем ожидать, что мы снова вернемся? В сентябре, если в Германии турнир будет, то желательно, чтобы я дрался в Европе. Потому что акклиматизация все для нас лучшее время одно и то же. Для меня удобнее было бы, конечно, в Европе драться. Какие турниры будут, я там буду пытаться выступать в Европе. Ну, я очень люблю бороться здесь, в Европе, потому что это не далеко от моего дома. Это только несколько часов. И это хорошо для акклиматизации. И я слышал, что это будет турнир в Сентябре в Германии. И я желаю бороться там. Я буду радовать. Я буду радовать. И я люблю бороться. Ты видишь, что поддержка. Ты видишь, как многие люди пришли сюда, чтобы поддержать меня. И это очень мотивирует. Один еще раз. Все знают его за суplex, за троши. И это становится более frustрительным. Потому что, в конце концов, он был локом. И Крис Уэй просто kept putting his weight completely down towards the ground. И, кажется, когда он приезжает в эту позицию, никто не хочет бросать. Никто не хочет хайлайт-рилу, чтобы они локом на каиде. И за последнюю карьеру. Это начинает фрустрировать его, что он был знаменимым и не смогли делать так много? Беспокоит тебя тот факт, что твои соперники уже подготовились, так как ты известен своими суplexами. И что они уже готовятся под твою технику. И уже намеренно сразу свой вес упускают. Они не дают тебя, просто блокируют проводить эти приемы. Ну, я чувствую, что каждый раз, когда я захожу в клинч, они сразу прижимаются к земле сами. И они боятся того, что могут взлететь. Это ничего не напрягает. Потому что каждый раз, когда я захват беру, я их бросаю. Да, я заметил это. Я не знаю, что fight, но все мои соперники готовят для этого. И когда я клинчу с ним, они, как вы говорите, они поставят все весы на землю. Но нет, абсолютно, это меня не достает. Я просто... Если они в плохой позиции, я в обратном положении. Или я в плохой позиции. Или, даже если они пытаются проработать мою позицию, я делаю свою работу. И это работает. Спасибо. Спасибо.